Здравствуйте! Это программа «Суть дела». В пятницу на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон намерен опротестовать требование заплатить в этом году до 1 декабря дополнительные 2 миллиарда 700 миллионов долларов в казну Европейского Союза. «Если кто-то думает, что я намерен произвести оплату 1 декабря, то его ожидает сюрприз. Этого не случится», — сказал премьер. Кэмерон заявил президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Борозу, что тот не представляет, какое впечатление это требование произведет на британца. По его словам, проблема состоит не столько в реакции избирателя или прессы, сколько в размерах требуемой суммы. «Организация не должна работать подобным образом, внезапно заставляя заплатить столь крупную сумму за минимальное время. Нельзя подобным образом относиться к стране, которая является одним из самых крупных плательщиков в Евросоюзе», — отметил Кэмерон. «Эта выплата составила бы 20% от ежегодного взноса Британии в бюджет Европы. Известие уже вызвало крайне негативные отношения среди ряда британских политиков как на правом, так и на левом флангах политического спектра. Дополнительный взнос был определен в рамках ежегодного пересмотра экономической ситуации в странах Евросоюза, который производится Европейским бюро статистики «Евростат» с 1995 года. Он показал, что британская экономика росла более высокими темпами, чем предполагалось. Впервые в эти расчеты включались оценки масштабов так называемой «черной» экономики, то есть доходы от торговли наркотиками и проституции, о чем мы с вами говорили несколько программ назад. Масштаб последней ссоры в Брюсселе выходит за привычные рамки. Как отмечают дипломаты, британский министр пользуется поддержкой коллег из Италии и Нидерландов, которым также предъявлены новые требования. Представители Германии и Франции, которые наоборот получат выплаты из бюджета ЕС, а также президент Еврокомиссии Борозу, возражают против такого пересмотра, утверждая, что правила ЕС этого не предусматривают. Пока не ясно, какой формат будет иметь предстоящая встреча министров финансов. Хотя Италия, которая занимает пост временного председателя Евросоюза, предложила провести ее у себя с участием президента Еврокомиссии. Британский министр финансов Джордж Осборн сообщил, что казначейство узнало об этом совершенно неприемлемом требовании на прошлой неделе. Британия и другие страны не получали никаких предупреждений о том, что выплату надо будет произвести до конца ноября. Организация, подобная Евросоюзу, не должна вести себя подобным образом, заявил Осборн. В прошлом темпы роста британской экономики рассчитывались без учета черного и серого секторов, которые не облагаются налогами. Поэтому на протяжении последних лет Британия всегда получала выплаты от ЕС после соответствующего перерасчета. Этот порядок впервые был изменен в этом году, чтобы уравнять принципы пересчета для всех стран ЕС. На самом деле, все это не стало большим сюрпризом для британского министерства финансов и его главы. Британские власти уже в течение длительного времени были в курсе грядущего требования Брюсселя об оплате. Однако они не ожидали, что власти ЕС сольют широкой общественности, как кажется британцам преднамеренно, известие о необходимости оплаты. По мнению Лондона, таким образом в Евросоюзе пытаются унизить Кэмерона в преддверии его встречи с лидерами ЕС, где он, среди прочего, намерен поднять вопрос о возможности ограничения миграции жителей Евросоюза в Британию. Это была программа «Суть дела». Вот так деньги ссорят даже лучших друзей в Европе. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok